Как бы вы оценили результат, которого добилась сборная России? Мы на третьем месте и вышли из группового турнира, хотя нам главный тренер обещал четвертьфинал. Плохо оцениваем. На три с минусом. И, конечно, здесь, видимо, беда в тренере. Это не тот тренер, который должен вести команду к победе. Даже своим внешним видом он не вызывает никаких симпатий и эмоций. Да и в целом у итальянских тренеров, как и у итальянских футбольных команд, у них тактика оборонительная. Он как учитель в школе, я не знаю, директор. Тренер должен быть более... Даже Газаев, у него даже какой-то блеск в глазах есть. Как-то он более такой энергичный. А здесь, вот он как бы, федерация, посидеть, поговорить. Он даже своей манерой хождения, пребывания на поле, он не вызывает таких вот настроений, чтобы были на первом месте бойцовские качества. Плюс зарплата, конечно, это вот огромные деньги. Уходит 7 миллионов евро. Мы за эти деньги можем 5 тренеров взять русских. И они намного лучше смогут подготовить команду к любому чемпионату. Или бросить деньги на подготовку молодежного резерва, детского. И тоже будет больше пользы. Надо менять тренера, менять стиль подготовки, атакующий футбол, чтобы был, и резервы. Срочно поднимать резервы. За 4 года, даже за 2 года, до следующих, до чемпионата Европы, через 2 года, мы бы могли лучше подготовиться и войти хотя бы в десятку команд. А уже в Москве будет чемпионат мира по футболу. Возможно, в пятерку войдем. А сейчас позор. И надо РФС разогнать вместе с Николаем Толстым. А кто же платить будет Капелло, потому что неустойка и 4-летний контракт? А не надо заключать. Все контракты заключаются по завершении какого-то чемпионата. А до его завершения зачем заключать? Всегда со всеми тренерами заключается контракт на какой-то срок, на год, на два, на три. До завершения чемпионата Европы или мира. Мы еще не прошли чемпионат мира, и вдруг заключаем договор. Ну, это ошибка. Это опять делает РФС Толстых. Его духа близко не должно быть от Толстых в руководстве. А вот Виталию Леонидовичу тоже нравится Капелло. Ну, нравится тоже туда же гнать его. Всех разогнать их. Они все опозорили нас. А говорят, знаете, что футболистов нет и сыграли в свою силу. Вот как вы на это бы ответили? Что бы сказали, когда так непатриотично выражаются? Есть, есть, есть футболисты. Полно их. Надо больше смотреть, больше проводить турниров. То есть областного значения, районного. У нас был чемпионат «Кожаный мяч». Все есть. Просто нет желания. А может быть даже и сговор. И сговор может быть. Тренеры нужно вот... Возьмите у нас Леонид Слуцкий. ЦСКА возглавляет. Почему его не поставить во главе? Или в главе Газаев и так далее. И других можно подобрать. Поэтому вполне можно. Потом как ведет себя Фабио Капелло. Все проиграли. Пошел играть в гольф-клуб. Даже ни пресконференцию никакую не провел. Ни с журналистами не пообщался. Ни с болельщиками. Все до лампочки ему. Он, так сказать, живет в свое удовольствие. И наплевать ему на российский футбол, как до этого делал голландец Госхидинг. Одинаково. После игры сказал, что судьи виноваты во всем. И нашел зарядки перед лазером. Надо было оспаривать. Оспаривать обязательно. Даже видно же по лицу лазер гулял. Беленый лазер. Это что такое вообще? Это тоже имеет значение психологическое. И тоже никакой правовой защиты. Поэтому здесь вопрос к тренере. Это все от него зависит. И психологическая подготовка команды. И более жесткая реакция на вот такие вещи, как лазерный луч. Подбор команды. Его собственное воздействие на команду. Слабенькие. А тренеров-то можно подобрать. Если тяжело игроков найти, то мощного тренера, который хотя бы подбадривать мог бы, вполне можно найти. А как относитесь, Владимир Владимирович, к тому, чтобы вот нескольких игроков натурализовать? Вот дать им российское гражданство, чтобы они играли за нас на чем-то? Какая нам разница? Все равно он иностранец. С паспортом, без паспорта, с гражданством, женой, без жены. Мы хотим болеть за наших футболистов. За русский футбол. За Россию. Она может набрать латиносов, африканцев, и у вас будет мощнейшая команда. Это позор. Ни одного не надо, чтобы там было. Ни одного. И в российские клубы никого не брать. Только наши футболисты. И никакого лимита никого не брать. И никому не решать выезжать за рубеж. Здесь работайте и платите им хорошую заплату. Говорят, что если лимит, то россияне зажрались, и у них большие зарплаты, и только ради паспорта они попадают в состав. Ничего, ничего. Значит, платить будем меньше, чтобы зажрались. В советское время бесплатно играли, и четвертое место заняли в 2016 году. Четвертая команда была в мире. Как относитесь к тому, чтобы все-таки средства государства тратить не на финансирование клубов, вот как сейчас иногда бывает, а на детский футбол? Обязательно. Обязательно. То, что мы выделяем на спорт, отдельной строчкой должно идти на развитие детского футбола. За болельщиков больше всего в мире по футболу. И мы поддержать нужно. Поднять прямо, я не знаю, там с 12 лет, с 13. Все как футбольные клубы, союзы, дворовые команды, региональные соревнования. И вся страна играет в футбол. Вон, олимпийские объекты им отдать. Пусть там сидят они все, готовые гостиницы, поля готовы, все готово. И юг тепло. Владимир Иванович, как-то, может быть, планируете пригласить Капелло, что называется, на ковер, с ним поговорить? Мы поручим нашему председателю комитета, это наш председатель Ананских, Александр Ананских, он же наш. Ему поручим, чтобы он пригласил на создание комитета, Фабио Капелло. Откажется, значит, будем требовать его немедленной отставки. Всего по полочкам разодрать полностью и предложить самому написать заявление об отставке. Напишет, как думаете, Владимир Иванович? Нет, конечно, они жадные, что ему на халяву получать 7 миллионов и от него ничего не требуется. Команда все проиграла, а у него на деньгах это никак не отражается. Это чудовищно. Грабитель. Советский спорт, хорошая газета, и обязательно отметьте Василия Березуцкого, Сергея Игнашевича, наиболее такие мощные игроки. К ним у вас нет претензий, да? Да, к ним нет. Вот самые два мощных игрока, они молодцы. Рост приличный у них, так что хорошие ребята. А вратарь-то Владимир Вольфович? Тоже старается, он, конечно, Игорь Акинфеев. Он как раз моего роста, так сказать. Вес он молодец, поменьше. 78. А у меня 98. Разве можно 20 килограмм на себе ношу? Он молодец, выдерживает вес.